О главных событиях уходящего дня расскажу вам я, Игуль Мукей, в информационно-аналитической программе «Новое время». Сурдоперевод от Жанслу Ерлангаза. И сегодня в нашем выпуске. Для расследования ЧП на шахте имени Костенко привлечены зарубежные специалисты. Как выйти из долговой ловушки? Минфин намерен провести массовые курсы финансовой грамотности. Киномарафон европейского кино стартовал в Казахстане. Лучшие картины современности покажут столичным студентам. Глава государства принял министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева. Президенту было доложено о проведенном анализе по итогам прошедших азиатских и паназиатских игр в Китае. Касымжамар Токаев поручил провести качественную и поэтапную работу по выработке нового видения развития спорта в Казахстане. Главе государства было доложено о проведенном анализе по итогам прошедших азиатских и паназиатских игр в Китае. Президент поручил провести качественную и поэтапную работу по выработке нового видения развития отрасли. Также была представлена информация по вопросу совершенствования законодательной базы в курируемых сферах в дальнейшем развитии туристического потенциала страны. Глава государства поставил перед нами конкретные задачи. К расследованию аварии на шахте имени Костенко привлекут отечественных и зарубежных экспертов. Об этом сегодня сообщили на заседании правительства. Члены Кабмина почтили минуты молчания память погибших горняков. Министр по ЧС Сырым Шарипханов сообщил, что во время поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтеров и останки предположительно 46 погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны шестеро. Для их идентификации личности проводится ДНК-анализ. На данный момент открытых очагов горения нет, газовая обстановка в норме. ДНК-анализ. В Кабмине объяснили, что сделка по передаче активов компании государства началась задолго до трагического случая на шахте Костенко. Управлять предприятием, обладающим стальным, рудным и угольным департаментами, скорее всего, будет частный инвестор, причем отечественный. От иностранных решено отказаться. Правда, о сроках приватизации пока не сообщается. Так же, как и о ее условиях. Известно только то, что у нового владельца обяжут сохранить достигнутые ранее договоренности с профсоюзами и работниками. То есть коллективные договора, зарплата, а также численность штата останутся неизменными. Компания поменяет название. Вкладывать деньги в предприятие не будут. В правительстве заявили, что прежних доходов Арселор Миттал Тимиртау будет достаточно. Арселор Миттал Тимиртау – это работающее предприятие. В 2021 году, к примеру, выручка этого предприятия составила более 3 миллионов долларов. Это работающее предприятие, которое продолжает генерить денежные потоки для того, чтобы само себя обслуживать. Поэтому говорить о том, что мы будем куда-то тратить бюджетные деньги на поддержание предприятия, я считаю неправильным. Потому что, в первую очередь, предприятие сохраняет свою работоспособность. Возьму деньги сейчас, оплатить буду потом. Именно так влезают в кредиты казахстанцы, думая, что займы – прекрасная возможность решить свои финансовые проблемы. Однако общий объем потребительских кредитов в отечественных банках уже превысил 9 триллионов тенге. С 3 марта на банкротство подали 70 тысяч заявок, но 80 из них не соответствовали критериями, поэтому не были одобрены. Как государство будет помогать населению снижать кредитную нагрузку, обсудили сегодня в правительстве. Мой коллега Марк Брюшко выслушал все мнения. Казахстанским банкротам разрешат выезжать за пределы страны, но только после утверждения плана восстановления платежеспособности. Такими в Казахстане признаны свыше 6 тысяч человек. Больше всего в Алматинской, Шамбылской областях и Алматы. Меньше всего в Улытау – всего 41 человек. Суммарно неплатежеспособным казахстанцам списали более 9 миллиардов тенге. Такими данными журналистами поделился вице-министр финансов Иржан Бержавов. На сегодня поступило 70 тысяч заявок на объявление банкротства. Потенциально, когда мы закон принимали, под эту процедуру могли попасть почти миллион граждан Казахстана. Но все понимают, что банкротство не есть хорошо, есть последствия. И люди ищут другие пути закрытия своих кредитов, реструктуризации, иные меры сейчас предлагаются и агентством. То есть лучше погасить условно задолженность, договориться с банком, обратиться в агентство, пересмотреть свои обязательства, нежели человек будет объявлен банкротом с учетом последствий. Закредитованность населения продолжает оставаться чуть ли не главной финансовой проблемой казахстанцев. Почти полтора миллиона деньги. Такова средняя сумма задолженности на одного заемщика по потребительским кредитам. По проблемным потребительским она составила миллион. Цифры на начало сентября представили в правительстве. Зачастую, чтобы погасить задолженность по кредиту, люди берут новый. Думают, что сделают лучше, но на самом деле получается только хуже. Но мало кто об этом задумывается в моменты нужны, когда нужны деньги, мобильный телефон есть у каждого. Заходишь в приложение банка, любой оформляешь онлайн-кредит, и вроде бы нет никаких проблем. Но на самом деле это большая проблема, закредитованность. Поэтому глава государства поручил масштабировать проект Карасыскохам. Он направлен на повышение финансовой грамотности населения. По словам премьер-министра, основам финансовой грамотности уже обучено 45 тысяч человек в 8 регионах Казахстана. До конца года охватить планируют еще 60 тысяч. Но это далеко не все меры по борьбе с излишней закредитованностью. Необходимо пересмотреть предельные ставки, суммы и сроки кредитования микрофинансовыми организациями, особенно выдающими займы до зарплаты. Все предлагаемые поправки должны быть проработаны и внесены в парламент до конца года. Эти меры позволят ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан. Однако меры по минимизации рисков и защите прав заемщиков должны работать в симбиозе с желанием самих людей избавиться от кредитов. Тогда результат этой работы будет максимально эффективным. Ну и разумеется, всем необходимо быть будительнее. Ведь интернет-мошенничество в банковской сфере по-прежнему активно. С начала года по таким фактам зарегистрировали более 15 тысяч уголовных дел, а казахстанцы потеряли 13 миллиардов тенге. Марк Брюшко, Жебек Жилы. Вопросы развития туризма также рассматривали сегодня на заседании правительства. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил упростить процедуру въезда иностранных гостей на территории Казахстана и улучшить инфраструктуру туристической отрасли. Последнюю проблему Аким и регионов должны держаться на своем личном контроле. Какие еще вопросы поднимали на заседании, расскажет Илья Кудряков. Развитию туристического потенциала страны нужно уделять особое внимание. Об этом в своем послании заявил глава государства Касым Жомар Токаев. Казахстан славится красотой своей природы на весь мир, из-за чего с каждым годом количество иностранных туристов только увеличивается. К примеру, в 2023 в Казахстане в два раза отмечается рост числа зарубежных гостей. Но вот чтобы попасть на территорию республики, нужно пройти тяжелый квест по получению визы. Этот процесс намерены упростить в Министерстве туризма и спорта. В Казахстане процесс получения визы по прибытию собрежен с несколькими сложностями для туристов. Он занимает несколько недель. Это создает определенные проблемы туристическим группам. В этой связи прорабатывается вопрос цифровизации получения приглашения. Также ведется работа по разрешению пересечения государственной границы по электронной визе. С начала года в эту сферу удалось привлечь свыше 400 миллиардов тенге инвестиций. Рост этого показателя составил 44%. Вместе с этим идет развитие внутреннего туризма. За шесть месяцев больше трех миллионов казахстанцев совершили путешествия внутри страны. Это на 400 тысяч больше, чем в 2022-м. По прогнозам, до конца года число внутренних туристов достигнет 9 миллионов человек. Для этого государство разрабатывает новые механизмы поддержки. Для развития внутреннего туризма мы предлагаем внедрение туристического кэшбэка. Механизм подразумевает выплату компенсации расходов туристов на организованные внутренние путешествия в период низкого сезона до 20%. Стоимость тура программа должна заработать уже в следующем году. Также министр туризма рассказал и о мерах поддержки бизнеса со стороны государства. Сейчас в этом направлении наблюдается положительная динамика. С начала года уже были одобрены заявки на более 600 миллионов тенге. Развитая инфраструктура играет ключевую роль в продвижении туристической отрасли. Вода, дороги, освещение и отопление – современные базы отдыха, которые подойдут каждому вне зависимости от возраста. Сейчас в каждом регионе Казахстана определены наиболее перспективные точки роста, развитию которых будут уделять особое внимание. Алихан Смаилов отметил, что сейчас инфраструктура оставляет желать лучшего и поручил каждому акиму региона держать ее развитие на своем контроле. Нам необходимы новые прорывные проекты в сфере туризма. С прошлого года мерами государственной поддержки охвачены проекты по строительству объектов туризма, развитию горнолыжных курортов и приобретению туристических автобусов. Эффективному развитию отрасли препятствует ряд сдерживающих факторов. Среди них недостаточная инфраструктура, низкий уровень логистики и качество оказания услуг. Надо четко реагировать на все жалобы. Увеличивающийся поток туристов требует активного развития инфраструктуры. Решение этих вопросов должно стать обязательностью каждого акима. Также Алихан Смаилов поручил расширить топ-тур мест отдыха, пересмотреть принципы работы туристических баз, перевести их на круглогодичный график работы. Это позволит повысить туристический потенциал Казахстана на международной арене. Илья Кудряков, Тулеген Бесимбаев, Алмат Мендыбаев, Жибек Жолы. И один из самых ярких регионов на туристической карте Казахстана – это Восточно-Казахстанская область. Красоты природы ВКО вызывают восхищение и казахстанцев, и иностранных гостей. Хромает только инфраструктура. Чиновники обещают привести в порядок дороги до баз отдыха в ближайшее время. Как и когда, выясняла моя коллега Жанар Асылханова. Природа на востоке страны славится своей уникальной красотой, но пока есть нерешенные вопросы, сдерживающие развитие туризма в регионе. Проблемы имеются с доступом к интернету, вывозом мусора и наличием электричества. Причем за последние 9 лет основное внимание уделялось побережью Алаколя, территория которой после разделения отошла к области Абай. Ни одно из направлений Восточно-Казахстанской области не имеет нормальной дороги. Ни Сибинские озера, ни направление города Ридок, ни Бухтарменского водохранилища. Дорога незаконченная. Между тем, из-за отсутствия дорожной инфраструктуры не удается привлечь иностранных туристов. На сегодня в основном в регион приезжают казахстанцы. Если брать экономически правильно, то нам нужно наоборот больше привлекать россиян, китайцев, других людей из других стран, чтобы они привезли валюту в там страну. В Акимате, в свою очередь, отмечают по итогам 2022 года количество туристов составило 350 тысяч человек, а за первое полугодие нынешнего года 150 тысяч человек. И теперь в области планируется благоустроить побережье Бухтарменского водохранилища со стороны Самарского района, которое облюбовали восточно-казахстанцы в последние годы. Сейчас главное, говорят чиновники, решить ряд вопросов. Это с обеспечением электричества. Сейчас идут судебные тяжи между двумя компаниями и открыта комплексная проверка по линии ГАЗ, по земельным участкам под эгидой именно прокуратуры проводится. В ближайшее время, как эта проверка закончится, будут приняты планы, утверждены по дальнейшему развитию. В планах областного Акимата взяться за развитие инфраструктуры, сделать ремонт дороги, провести обустройство муниципальных пляжей. При этом акцент будет делаться на экологическом, историко-культурном туризме, говорят в Акимате. Продолжат и реализацию строительства линии электропередач вдоль дороги, ведущие от Риддера до российской границы. Владельцы местных баз отдыха ждали этого давно. Итак, на развитие туризма только в прошлом году было выделено 23 миллиарда тенге. Что мешает развитию туризма? Почему летать внутри страны дорого? Об этом и многом другом поговорила моя коллега Кунсая Курмет с депутатом Сената Закиржаном Кузеевым. Добрый вечер, Закиржан Примухамедович. Сегодня хотелось бы поговорить с вами о туристической отрасли Казахстана. Безусловно, да, ежегодно у нас повышается количество туристов, но не то количество, которое бы нам хотелось. Что с этой отраслью не так или что нам нужно делать? Ну, вы знаете, глава государства тоже это подчеркивал, говорил о том, что наш потенциал не раскрыт. Казахстан имеет огромные и территорию, и места прекрасные. Но, к сожалению, сегодня мы не видим вот того развития, которое сегодня хотелось бы увидеть. Ну, здесь, наверное, очень много таких, ну, основных таких причин. Но вот, готовясь к вашей передаче, я посмотрел бюджет, который мы в эту инфраструктуру, будем говорить, туристическую вкладываем. Вот если возьмем 2021 год, бюджет был 17,4 миллиарда тенге. В 2022 году уже 23,6 миллиарда тенге. То есть это несмотря на то, что еще местные бюджеты туда вкладывают. То есть я считаю, ну, немаленькие деньги. Может, они недостаточны в тех объемах, которые сегодня есть, да. Ну, я думаю, что сегодня, наверное, первая причина это то, что, ну, наверное, это зрители уже все знают, да, это инфраструктура соответствующая должна быть. Мы имеем под боком свою Швейцарию. У нас есть даже своя Сахара, своя Аризона. Мы даже можем построить целый, как бы, в Адирам, как в Юрдании. Но почему-то добраться в наши красивые места, это целый квест. Вот инфраструктура наша, это вот с одной, с этой точки мы никак не сдвинемся уже десятилетиями, можно сказать. Что нужно сделать, чтобы вот это развить, ну, развивать свою инфраструктуру? Казахстан уникален всем. У нас есть моря, реки, пустыня, горы, да, и так далее, и так далее. Вот здесь, конечно, возникает вопрос, вот давайте далеко не будем брать, будем наш Щучинский Боровой, наш Боровой, да, который находится 180 километров от Астаны. Астана это полуторамиллионный город сегодня, да, и добраться сегодня, допустим, до Борового можно только в летнее время. То есть в зимнее время, вы знаете, в любой момент могут закрыть дороги. То есть я, допустим, езжу в Боровое, я никогда зимой туда не рискну поехать, потому что ты можешь там и остаться. Да, потому что нет другого, будем говорить, ну, кроме поезда, электрички, ну, о каких условиях сегодня электричка и поезд, наверное, все наши телезрители знают. Не хочу негатив сейчас проявлять в этом плане, но я хочу показать просто, какие есть мировые опыты. У нас есть огромное, сейчас вот мы смотрим на наших соседей, тот же Китай. Сегодня есть поезда, которые двигаются 450 километров в час. Это практически скорость самолета, да. Почему бы нам, Казахстану сегодня, да, такой опыт есть и в России. Да что в России, у нас есть такой опыт в Узбекистане. Сегодня вы с Ташкента до Самарканда, да, добираетесь 250 километров в час за один час. То есть вы сели в удобные условия, будем говорить, интернет, и вы там. Вот посмотрите сегодня, что у нас творится с авиакомпаниями. Вот только сейчас говорится о том, что в регионы повысилось на 48% подорожало авиакомпания. Да, 3,5 миллиона человек в Алмату летает каждый месяц. Вот представьте себе, да, если сделать такой поезд скоростной Алмата-Астана, да, то есть это тысячу километров мы могли бы за 300, за три часа доехать до Алматы. Представляете, это Алмата, 2,5 миллионный город. И какая бы загруженность, я уже не говорю о других курортных вещах, которые есть в Павлодаре, в Усть-Каменогорске. То есть я считаю, что здесь нужно именно вот такое вот решение. Я думаю, что Казахстан должен ориентироваться именно на экотуризм. Потому что у нас девственная природа, да, у нас все экологически чистое, практически нетронутое. То есть у нас есть места, где не ступала нога человека. Да, и в мире сегодня на 20% увеличивается именно экотуризм, где люди занимаются спортом, занимаются горнолыжными, велоспортом. То есть вот это. И для этого не нужно вкладывать огромные деньги. Ту же Монголию, да, которая сегодня, вот именно они взяли очень хорошую днищу. Они не стали строить там пятизвездочные отели, не стали строить там какие-то супер-пупер вещи, да. Они дали свою природу и создали условия для того, чтобы люди туда приезжали, отдыхали, получали от воздуха, от вот этой вот природы, да, наслаждения и так далее. Это же намного больше наслаждения, чем человек лежит в гостинице восьмизвездочной и в окно видит только одни дома, да, и пылящее солнце. Действительно, мне кажется, туризм это как бы бизнес. И в любом бизнесе нужно найти свою целевую аудиторию. Вот Монголия нашла свою целевую аудиторию, это люди, вот рыбаки приезжают, альпинисты и также и Казахстан, скорее всего. В первую очередь нам нужно создать комфортные условия для дикого туризма. Вот мы с вами возвращаемся к концепции. Вот это должна быть концепция. То есть мы должны определиться, что мы хотим. Какой туризм мы хотим сегодня развивать, да. Мы хотим строить восьмизвездочные отели или же мы хотим, вот допустим, Дубай взял на самое лучшее. Правильно? Турция взяла именно на семейный отдых. Европа взяла на... Вот мы должны понять, чего мы должны развивать. Если мы говорим об экотуризме, тогда вся наша программа, весь наши деньги, которые мы сейчас с вами говорим, они должны быть именно в эту инфраструктуру должно вкладываться. И это, как я вам говорю, сегодня в мире рост идет не в такие вот вещи, да, а именно в экотуризм. И туда нужно очень мало денег. У нас, понимаете, нам ничего не надо строить. У нас природа вот она. Нам нужно просто сделать так, чтобы человек туда хорошо добрался, оттуда мог уехать, безопасность его, интернет, чтобы там был, да, чтобы человек не чувствовал себя. А если сейчас мы, допустим, уйдем с вами на расстоянии 5 километров от Астаны, да, мы с вами уже потеряем связь. А посмотрите в других странах, как это происходит. Возьмите горнолыжную. Вот сейчас про Киргизию сказали. У нас подняться в Чимбулак, да, один раз подняться дороже, чем неделю я куплю абонемент в Киргизии на горнолыжную базу. Ну, о чем мы говорим тогда там? О каком туризме, да, это уже не туризм. Я даже не знаю, как можно назвать. Те, кто сегодня ездит в Чимбулак, это только люди, которые даже не среднего, даже не среднего. Это люди состоятельные. Потому что подняться туда, позавтракать, еще и взять туда снаряжение инструктора и так далее, и так далее, и так далее, это очень большую копеечку. И о каком туризме мы можем говорить? Я думаю, что здесь нужно пересматривать именно концепцию. Спасибо вам большое за конструктивный диалог и за ваше уделенное время. Спасибо. Вы смотрите новости. Автоматизированные сервисы презентовали казахстанские таможенники на международном форуме в Москве. На ежегодной площадке встретились 27 международных делегаций. Наши таможенники представили систему сканирования транспорта, алгоритм принятия решений по декларациям без участия должностного лица и другие новинки. Наряду с этим делегация Казахстана провела встречу с представителями таможенной администрации Кубы, в ходе которой стороны обсудили соглашение о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенной сфере. В Казахстане на 27% снизилась заболеваемость ОРВИ по сравнению с октябрем прошлого года. И все равно число подхвативших вирус остается высоким. В этом месяце врачи зарегистрировали почти 640 тысяч случаев с подтвержденным диагнозом. Из них 66% заболевших – дети до 14 лет. Врачи в очередной раз советуют вакцинироваться. К слову, за счет бюджета в этом году приобрели порядка 2,5 миллионов доз зарубежной прививки. Это позволит отхватить 12% населения. С 23 по 29 октября текущего года в республике зарегистрировано 119 792 случаев ОРВИ. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 25,8%. Министерством проводится мониторинг циркуляции гриппа и других негриппозных вирусов. С начала сезона на грипп исследовано 2543 образцов. Вирус гриппа не выявлен. В Шемкенте в новом дворце школьников открыли кружки для особенных детей. Например, для тех, кто страдает церебральным параличом легкой степени. А для них проводят специальную водную терапию и психологические занятия. И уже есть первые результаты. Некоторые дети после долгих водных процедур научились плавать без помощи тренера. В Акимате сообщили, что подобных специализированных кружков будет еще больше. Напомню, дворец школьников открыли в начале этого года. Там сейчас занимаются больше 5000 детей и подростков. Мы работаем с детьми, страдающими ДЦП. И сами видите, какие они подвижные. Этот мальчик, к примеру, к нам пришел полтора месяца назад. Он тогда не мог вообще плавать и даже передвигался с трудом. А сейчас даже ныряет под воду. В Атырау жильцов аварийного дома переселили в новые квартиры. Их ветхое жилье снесут. Отмечу ранее, люди не раз обращались за помощью к местным властям и писали во все инстанции. Старая двухэтажная хрущевка много лет была в списке аварийных. И вот теперь долгожданное новоселье свершилось. Всего же в городе поэтапно под сносу идут 82 дома. А их жильцам предоставят новые квартиры. Мы так долго ждали этого переезда. Наконец-то мы дождались. Довольны вот именно этим домом. Отличные квартиры нам готовы. Парк с детской площадкой построили жители села Караул Абайского района. На его возведение сельчане собрали 12 миллионов тенге. А строительство участвовало 150 семей. К слову, здесь жители создали фонд Еля Моната, а молодежь – собственный Абай Жастара. Все средства, собранные в них, идут на решение общих вопросов и благотворительность. Айман Каймолдина расскажет подробнее. Сегодня в поселке Караул настоящий праздник и непогода не помеха. В особенности рады дети, которые с нетерпением ждут открытия новой детской площадки. Праздничный ритм задает местная молодежь, нарядившись в национальную одежду. Церемонию открытия общественного парка поручили местным старейшинам. Женщины устроили традиционное шашу и придали мероприятию особый колорит. Парк, который мы видим сегодня, символизирует наше стремление создать гармоничное место для будущих поколений. И это важно для единства нашего района. Мы открываем этот парк с надеждой, что он станет уютным местом для подрастающего поколения. Инициаторами строительства стали местные жители. В благородном начинании их поддержали и выходцы из села, которые уже не живут в карауле. Активисты стройки получили сегодня благодарственные письма. В прошлом году местные жители основали фонд «Ель-Аманатуй» и построили дом для одного гражданина-инвалида. Молодежь поселка создала фонд «Абай-Жастары» и до сих пор предоставляет дополнительную помощь нуждающимся семьям в нашем поселке. Вне зависимости от проявляемой инициативы населения, местные власти района и поселка активно поддерживают и оказывают помощь в реализации этих проектов. Новый парк получил название «Бедаэл». Весной здесь посадят деревья и цветы. А предстоящими длинными зимними вечерами жители будут обсуждать новые планы по благоустройству родного села Айман-Кай-Мульдина, Абайская область, Жебек-Жола. И в заключение еще одна новость. Из Астаны столичным студентам покажут четыре европейских фильма, получивших престижные премии на международных фестивалях. Накануне в Астане стартовал марафон европейского кино. Авторы из Болгарии, Испании, Латвии, Португалии представят свои работы студентам трех крупнейших вузов столицы. В университетах Назарбаева и Максута Нарикбаева, а также в международном университете Астаны. Киноленты легкие, современные, захватывающие, основанные на мечтах, отношениях и амбициях молодого поколения. После каждого показа студенты смогут обсудить картины с режиссерами и послами стран Европы в Казахстане. Марафон европейского кино продлится до 2 ноября. В отношении между Евросоюзом и Казахстаном стали ближе. Но чем бы мы занимались транспортом, критическим сырьем, экономикой, энергетикой, зеленой сделкой, все же нас объединяют люди. Люди — это познание друг друга через образование, культуру, литературу, и кинематографию, наверное. Это именно та отрасль, которая дает нам, людям, понять, что, в принципе, мы очень близки и одинаковы. И вот наша повседневная жизнь в разных странах, кажется, на разных континентах, она, в принципе, мы по утрам, по вечерам решаем те же самые проблемы. И у меня на этом все. Но новостной эфир продолжит моя коллега Айгуль Абельгали. Айгуль Кеш-Шарах, сезвезнде.